МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом заявили участники совещания, которое в Чебоксарах провел накануне премьер-министр страны. Какие задачи поставил Дмитрий Медведев перед главами регионов и какие меры поддержки занятости будут предусмотрены в российских субъектах, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Эффективность предпринимаемых мер обсуждали на примере Чуваши. Снизить напряженность на рынке труда Республике удалось. Численность безработных за последние годы уменьшилась три раза. По итогам прошлого года 82% граждан, обратившихся в центры занятости, успешно трудоустроены. Если перевести количество людей, это 49 880 человек. Из них профессиональное обучение по востребованным специальностям прошли 2800 граждан. Уровень их трудоустройства составил 99%. В Республике реализуется комплекс мер, направленных на содействие занятости инвалидов и их интеграцию в общество. Это квотирование и создание специальных рабочих мест. Правительство страны продолжит помогать регионам реализовывать программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Заводы, которые принимают на работу людей, уволенных с других предприятий, будут получать субсидии из федеральной казны. Перед совещанием в Чебоксарах Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах предоставления бюджетных денег субъектам России. Особый акцент делается на переобучение, чтобы люди, которые работают на проблемных предприятиях, получали новую квалификацию и смогли перейти туда, где они востребованы, где для этого есть работа. Такие возможности существуют и появляются. Рынок труда сейчас заинтересован специалистов высокого класса. Система подготовки кадров необходимо перестраивать, отмечает президент Российского Союза предпринимателей. В перспективе в стране должна появиться целая сеть центров по оценке квалификации и переподготовке работников. Соответствующим распоряжением правительства план-график развертывания центров независимой оценки квалификации утвержден. Но это пилоты, это те полторы сотни центров по стране, которые лишь будут маяками. А понадобятся, может быть, тысячи таких центров, которые будут сертифицировать специалистов, и формировать требования и к профессиям, и к компетенциям, и так далее. Профстандарты должны войти в кровь и плод системы профессионального образования, и через них работодатель должен формировать свой заказ на специалистов. В Чувашии есть, на мой взгляд, хороший задел для того, чтобы эту систему выстроить. Вообще профессиональное образование, средние, высшее профессиональное образование, должно быть сориентировано на рынок труда. Но для этого как раз нужно согласовать те интересы, которые есть на рынке труда, работодатели, востребованность с подготовкой в профессиональных учебных заведениях. Необходимо, отметил российский премьер, сделать особый акцент на трудоустройство инвалидов и выпускников вузов. В целом мы сейчас считаем, что мы готовы к тому, что еще примерно миллион двести тысяч выпускников вузов в этом году выйдут на рынок труда. Они смогут либо продолжить обучение, либо найдут место работы. В квалифицированных кадрах и федеральных субсидиях сейчас нуждаются предприятия автопрома и заводы по выпуску сельхозтехники. Чтобы избежать массовых увольнений, правительство России оказывало адресную поддержку. При этом мы точечно помогали 18 регионам и тем предприятиям, которые являются в этих регионах ключевыми. То есть тем, где сложились наиболее сложные обстоятельства. В том числе таким, кстати, промышленным гигантам, как АвтоВАЗ, как КАМАЗ, как ГАЗ, как Тверской вагоностроительный завод. Поддержку из федерального бюджета получили и ряд предприятий из Чувашии. Регионам на поддержку труда выделено 3,9 миллиардов рублей. Деньги пошли на опережающее обучение. Но сложные времена сейчас переживает малый и средний бизнес. Инфляция, падение уровня доходов населения и, соответственно, снижение покупательского спроса на потребительском рынке ухудшает положение субъектов малого и среднего предпринимательства. Что в конечном итоге влечет за собой и высвобождение работников. На сегодняшний день в режиме неполной занятости находятся работники 22 организаций республики. Особое беспокойство вызывает ситуация на предприятиях концерна «Тракторные заводы», где, по данным руководства концерна, в режиме неполной занятости находятся 80% работников. Правительством Чувашской республики совместно с Федеральным министерством труда принят ряд мер по урегулированию данной ситуации в прошлом году. Далее решение вопроса концерна «Тракторные заводы» без оказания содействия со стороны правительства России не представляется возможным. Наверное, есть проблемы бизнеса, которые должны быть решены по другим каналам с точки зрения возможности пополнения оборотных средств. Посмотрим, как будет предприятие себя вести с точки зрения поведения хозяев. Если эта перспектива будет видна, мы, безусловно, с точки зрения поддержки квалификации на этом предприятии можем эти программы реализовывать и в этом году. На то, чтобы выполнить все планы по содействию занятости, в республике планируют направить порядка 400 миллионов рублей. Председатель правительства страны отметил, что каждый регион должен внести коррективы в разработанные программы. На их поддержку из федерального бюджета планируют выделить не менее трех миллиардов рублей. Медрик Ковалев, Игорь Ульянов, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев и Игорь Зверев. Республика. Переподготовка, повышение квалификации – один из основных способов снижения напряженности на рынке труда. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил успехи Чувашии в этом направлении. Я еще раз убедился, что в Чувашии живет удивительно добрый и трудолюбивый народ. В отсутствие природных богатств в республике выбраны правильные приоритеты – инвестиции в человека, в молодых людей. Одним из ярких примеров с учетом тренда на импортозамещение является успешное развитие электротехнического кластера. Одно из ведущих учреждений, специализирующихся на профессиональной подготовке и переподготовке кадров – Чебоксарский электромеханический колледж. Для обучения студентов кабинеты оснащены современной техникой. Многие преподаватели прошли практику на крупных предприятиях республики. Станция очень современная, можно ловить даже микроны размера. Если взять пример со старых станков, данная деталь получается в два раза быстрее. К примеру, в центрах технического обучения и ресурсном центре, созданных на базе колледжа с помощью концерна «Тракторные заводы» и предприятия «Лара», за последние годы прошли обучение около полутора тысяч человек. По мнению директора колледжа Алексея Сулиенкова, наиболее защищенным человек чувствует себя тогда, когда у него есть специальность и перспективы трудоустройства. В целом я по совещанию увидел важность, которую придает правительство Российской Федерации, глава правительства Российской Федерации, главы регионов, занятости населения. Потому что это важнейшая социальная составляющая вообще в жизни нашего общества. Я еще для себя сделал вывод, для меня очень интересный вывод, что те программы поддержки профессиональных учебных заведений, молодежи, которые там обучаются, несмотря на сложную экономическую ситуацию, они будут продолжены, и они получат только свое дальнейшее развитие. В совещании в Чубаксарах участвовали руководители разных регионов страны. Они делились впечатлениями от визитов в Чувашию, говорили о возможностях сотрудничества. Между Ставропольским краем и Чувашской республикой подписаны соглашения. Мы его два года назад подписали. И я могу сказать, что именно в электрохитическом взаимодействии мы очень сильно, даже не конкурируем, а дополняем друг друга. Сегодня очень много направлено на воссоздание и развитие военно-промышленного комплекса. И поверьте, без той электроники и тех специальных профессиональных образовательных учреждений, в которых мы сегодня побывали, вот я лично побывал у вас, в вашем ЧМК, без них не получится развитие оборонки, и людей мы для оборонки не восстановим. Поэтому это правильно стратегическое направление, и в нашем соглашении мы его опять-таки тоже развиваем. У нас взаимодействие по товарообмену, то есть мы два сельхозяйственных регионов, мы меняемся делегацией, меняемся товарами. У нас взаимоотношения между нашими предприятиями в части развития электронной промышленности. Ваша республика уже сегодня приобрела определенный кластер, именно производственный, связанный с высокими технологиями. В нашу область сегодня заходят такие крупные игроки в виде как работодателей. Это «Газпром», это «Роскосмос». Вы знаете, что у нас строительство космодрома ведется. И тот опыт, который сегодня мы оценили в виде вашего лицея, который ведется и по другим направлениям, он на самом деле очень достойен уважения. У вас очень высококачественные получают сварщиков, многие другие рабочие профессии, которые очень сегодня востребованы на Дальнем Востоке. Почему? Потому что через нас пройдет такой крупный проект «Сила Сибири» – газопровод. У нас будет продолжено строительство двух заводов – это газохимические и газонефтеперерабатывающие. То есть это порядка 25 тысяч новых рабочих мест. Тот опыт, который сегодня возможен, есть в Чувашии, который нам презентовали, который сегодня оценит председатель правительства. Мы были рады, если бы он распространялся не только в вашей республике, но и за ее границами. Считаю, что такого рода учреждения, которые от обучения до трудоустройства, они решают проблему занятости, проблему обеспечения рынка труда рабочей силой. Поэтому очень важно, чтобы сейчас это имело практическое развитие. Сегодня итоги социально-экономического развития за 2015 год подвели в Чебоксарском районе. Его бюджет оценивается больше, чем в миллиард рублей. На территории Чебоксарского района расположено немало промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Близость к столичной инфраструктуре сделала район привлекательным для развития бизнеса. На реализацию инвестиционных проектов в 2015 году было вложено почти 4,5 миллиарда рублей. Создано дополнительно 440 рабочих мест. Основная доля инвестиций в агропромышленном комплексе. Из федерального и республиканского бюджетов сельхозтоваропроизводители района получили 689 миллионов рублей. Индекс производства составил 123%. Вырос валовый сбор зерна и овощей. Увеличились надуи молока. Стало больше поголовье крупного рогатого скота. В районе продолжается работа по выявлению неиспользуемых земель сельхозназначения. В 2016 году планируется ввести в оборот 1300 гектаров. В минувшем году введено в эксплуатацию почти 41 тысяча квадратных метров жилья. Приобретены 48 квартир для переселения 130 человек из аварийных домов. Построены две автомобильные дороги. В двух поселениях строительство продолжается. На совещании особо отметили, что несмотря на рост промпроизводства и поступления в бюджет, в районе по-прежнему есть предприятия, которые заключают с работниками неофициальные трудовые договоры. И с этим надо бороться, используя весь законодательный арсенал. Глава Чуваши Михаил Игнатьев отметил особую роль муниципалитета в развитии республики. Нам нужна обратная связь, поэтому мы всегда желаем, стремимся больше встречаться с людьми, общаться с людьми, искренне смотря друг в друга, поговорить. Более подробно об итогах социально-экономического развития Чебоксарского района в 2015 году и задачах на будущий год смотрите в нашем завтрашнем выпуске программы «Республика». Родион Архипов, Игорь Зверев, «Республика». В управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги работы за прошедший 2015 год. В работе коллегии принял участие и глава Чуваши Михаил Игнатьев. В 2015 году приставы взыскали более 4 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда перечислены в бюджет республики. Исполнительские сборы, административные штрафы и налоговые платежи. Благодаря работе приставов снизилась задолженность по алиментам. Всего на исполнении в 2015 году находилось более 13 тысячи стоимость производства взыскания алиментов. В пользу детей в 2015 году взыскан более 190 миллионов рублей. Но это не дает нам право останавливаться. По состоянию на 1 января текущего года по 8 тысяч исполненных производствам должники нерегулярно выплачивают алименты, а часть из них вообще не приступила к исполнению своих обязанностей. В 2015 году окончено более 5 тысяч производств во взыскании долгов в пользу организации топливно-энергетического комплекса. Более 118 миллионов задолженности по жилищно-коммунальным платежам. Ведется работа по возврату долгов по зарплате. Но есть и недостатки. Например, выросло количество обращений жителей Чувашии в прокуратуру на действия или бездействия приставов. В этом направлении необходимо усилить работу. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем выступлении отметил, что служба – важное звено в системе государственных органов России. Вы играете важную роль в обеспечении работы судебной системы, оказываете содействие в исполнении решений органов власти. В руководственном управлении выстроена четкая и грамотная политика, а сотрудники с честью и усердием исполняют возложенные на службу задачи. Мы видим, как ваша работа практически способствует экономическому развитию республики. Наша с вами задача – это защита интересов государства, защита, конечно, прав граждан. По итогам работы в 2015 году Чувашское управление заняло 15 место. Глава Чувашии наградил лучших сотрудников за вклад в укрепление законности, а лучшим структурным подразделением был признан Калининский районный отдел. За активное содействие Федеральной службе судебных приставов отметили на коллегии и средства массовой информации. Наградили и сотрудников активных участников социальных акций, которые регулярно проводят судебные приставы. День донора, хрустальные звездочки, пахта памяти. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Служу Российской Федерации. Поисковики отряда «Патриот» службы судебных приставов по Чувашии провели урок мужества в цивильской школе-интернате для детей с недостатками слуха. Неподдельный интерес проявляют ребята к военным страницам Великой Отечественной войны. Летопись Второй мировой продолжают писать и сейчас, спустя многие десятилетия. Активно участвуют в этом и поисковые отряды. Вдвойне увлекательно слушать о местах давних боев из уст бывалых поисковиков Сергея Тимофеева и Григория Григорьева. Ежегодно они отправляются на Всероссийскую вахту памяти по местам великих сражений, чтобы вернуть погибшим бойцам имена и посмертную славу, которая чуть не поглотила время. Работа эта непростая. Условия бывают довольно суровые. Водичной воды нет, тепла нет, тревогие условия, комары. Это как партизанские условия. Приезжаешь, перед делом ставишь палатки. Весной это надо печку взять, для холода, потому что и по дежурству, как придется по два часа, по часу, чтобы пить всю ночь. Утром бывает, уходишь, кнутся, а там вода замерзнет. Ребята смогли прикоснуться к реальным свидетельствам лихолетия. Поисковики привезли с собой остатки оружия, гильзы от патронов и снарядов, предметы солдатского быта. Часть материнского капитала можно использовать на повседневные нужды. Единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей сможет получить каждый участник федеральной программы. 17 тысяч семей из Чувашской республики уже получили единовременные выплаты на общую сумму 330 миллионов рублей. Обратиться за выплатой можно до конца марта этого года. Право на нее имеют семьи, в которых второй или последующий ребенок рожден не позднее 31 декабря прошлого года. С этого года молодые мамы также получили возможность использовать материнский капитал на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Программа материнского капитала действует с 2007 года. За 9 лет размер материальной помощи увеличился на 80%. Сегодня он составляет 453 тысячи рублей. За 2015 год в 12 детских садах заменили уличное освещение. В том числе и в саду номер 6 по улице Чапаева. До прошлого года на территории этого садика фактически не было освещения. И если в летнее время проблем не возникало, то в зимний период добраться до здания было затруднительно и небезопасно. Самое основное, конечно, это безопасность детей. Потому что, видите, вот этот наш микрорайон, он все-таки отдален от проезжей части. И освещение как бы на нашем саде, оно заканчивалось. Поэтому не только безопасность, но еще и сокращалось время прогулки, особенно в зимний период. Всего в Чубоксарах к горсвету подключено более 50 садиков. Благодаря программе реконструкции, все материальные затраты на уличное освещение дошкольного учреждения на себя берет организация. Все освещение подключалось к детскому саду. И ремонт освещения осуществлял детский сад. Соответственно, детский сад, он не специализированная организация. И качественно обслуживать уличное освещение он не мог. В этом году работа продолжится. В ближайших планах подключение еще трех детских садов. Дошкольный период – золотое время, когда характер и манеры поведения ребенка только формируются. А значит, его легче направить в нужное русло. Но делать это надо очень искусно. Об этом не понаслышке знают участники конкурса «Ступени педагогического мастерства-2016», который проходит в столице Чуаши. Сказка терапии, развивающие игры, лепка, сборка конструктора. Для работы с дошколятами воспитатели должны не просто знать весь этот материал, но и уметь преподнести его своим подопечным. А с этой задачей может справиться не каждый. «Ступени педагогического мастерства» – конкурс, где участники соревнуются в профессионализме. Очень много современных садиков. Там должны совершенно работать современные воспитатели. И поэтому решили с элементами WorldSkills провести вот этот чемпионат. Участники – студенты педагогических специальностей и воспитатели дошкольных организаций. Всего за звание лучших борются 16 конкурсантов из трех регионов Чувашской республики, Мариэл и Оренбургской области. Уровень участников достаточно высокий. Индивидуальный подход демонстрируют и личностно ориентированный. Ну и знания, конечно, нормативных документов по организации дошкольного образования. Жюри оценивают знания конкурсантами методики работы с дошколятами возрастных особенностей и закономерности психического развития ребенка. Три дня лучшие из лучших в своей области будут бороться за победу. По итогам первого этапа виртуальной презентации во вторую вышли 10 участников из 16. Во втором туре конкурсанты провели утреннюю гимнастику, подвижные игры с дошколятами, а также соревновались в художественном мастерстве. Сегодня при участии в конкурсе было сложно, наверное, нарисовать роспись, придать ее красоту, ее величие. Мне было несложно работать. Здесь очень хорошие педагоги, волонтеры, которые помогли, которые помогают на протяжении всего конкурса. У профессии дошкольного педагога большое будущее. В этом не сомневаются участницы конкурса. По всей республике появляются все новые и новые детские сады, так что без работы молодые специалисты точно не останутся. Кстати, вполне возможно, что победитель этого чемпионата представит Чувашию на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. В России в силу вступил новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. По распоряжению правительства его пополнили 42 препаратами. В новом списке значится 646 лекарств, 70% из них российского производства. Если препарат в списке, это значит, что правительство обеспечит его наличие в больницах и аптеках. Цены на лекарства из списка также будет регулировать государство. Производитель обязан будет зарегистрировать в специальном реестре, стоимость выше которой продавать его будет нельзя. Справочник с ценами на препараты из списка должен быть в каждой аптеке. Сам перечень опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этим летом шумерлинские гимназисты отправятся защищать честь республики на чемпионате воздушно-инженерной школы МГУ. Ребята разработали проект летательного аппарата и уже прошли отборочный тур. Чем им удалось завоевать внимание жюри в сюжете наших коллег из Шумерли. Обнаружить место лесного пожара и быстро передать информацию при помощи GPS. Такими характеристиками должен обладать этот квадрокоптер. Верный помощник служб МЧС. Он запрограммирован на точную передачу координат и не требует больших материальных затрат. Когда он обнаружил его, он мне приходит смс, потому что в данной точке он обнаружил именно температуру выше 500. Ну, предположим, что это пожар или какой-то костер. Вот. И мы уже можем сообщить пожарным кому-то, что было обнаружено какое-то сгорание. На разработку ушло несколько месяцев. И в феврале гимназисты успешно защитили свой проект на зимней юношеской космической школе МГУ. Ребята защитились хорошо. И на все вопросы строгой комиссии, которая состояла из компетентных преподавателей Московского государственного университета, на все вопросы они ответили замечательно. И у комиссии сложилось такое мнение, что наш коптер полетит летом на финальных стартах. И то, что мы справимся со всеми задачами, которые перед нами поставили в этом проекте. Юношеская космическая школа объединила 50 команд из регионов России и Белоруссии. Ребятам удалось побывать на лекциях и мастер-классах от ведущих ученых, поработать в современных лабораториях, посетить с экскурсией Центры развития технологий. Нас очень впечатлила поездка в ракеты космического корпорации «Энергия». Там мы увидели первые баллистические ракеты, которые были созданы в СССР. Мы увидели модель первого спутника, ракету, которая его запустила. Также мы увидели первые ракеты, которые запускали людей. Вдохновленная примерами из прошлого, команда «Твинта» вовсю готовится к финалу чемпионата. Он пройдет летом на учебном полигоне в Московской области. Для мужчин наступают непростые времена. В ближайшие дни сильной половине человечества предстоит определиться с подарками на 8 марта. И вот подсказка. Билеты на концерт на втором месте в топ-10 желанных подарков. Как раз Международному женскому дню национальная телерадиокомпания «Чувашия» готовит грандиозное шоу. Желающих сходить на концерт ко дню рождения «Таван радио», который прошел в декабре, было столько, что многим просто не хватило билетов. Это коллеги учли, так что концерт к 8 марта состоится на новой, более крупной площадке в Ледовом дворце Чебоксара-арена. От 3 до 4 тысяч человек мы ожидаем на это прекрасное мероприятие. Будет интересно, будет очень много, помимо концерта самого, будет много интерактивных площадок, потому что мы задействуем и фойе, и площадь перед Ледовой ареной. Будут и фотозоны, будут дегустации, будут очень интересные моменты. Всех не буду раскрывать, потому что это такой сюрприз будет. Сюрпризы для зрителей готовят не только организаторы, но и участники концерта. Будет огромное количество дуэтов, немножко неожиданных. Часть из них уже звучат в эфире, например, «Таван радио», но многие специально для концерта пишут новые песни, объединяются в новые дуэты. Из звезд, которые будут участвовать, это и Валентина Кузнецова, Александр Васильев, Андрей Думилин. То есть мы вот всех попытались охватить. Фарида к нам приедет. Таких концертов в Ледовом для звезд Чувашской эстрады действительно еще не проводилось. Билеты еще есть. Их можно приобрести в Доме торговли, Детском мире, Мегамоле и на сайте какконцерт.ру. Концерт состоится 7 марта, начало 18.00. Как сообщает сайт «Погода-21», сегодня Чувашию накрыл теплый фронт Южного циклона. Утром снег начался в юго-западных районах республики. А во второй половине дня зона осадков добралась и до столицы Чувашии. По разным данным, в Чебоксарах может выпасть одна третья месячной нормы. При этом ожидаются порывы юго-восточного ветра до 13 метров в секунду. А к концу недели обещают потепление до плюс пяти. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин